Всем привет! Забрав семерочка и ролик последующий будет. Как сделать кисть, которая более-менее, возможно, даже подойдет именно для шляпы китайца. Погнали разбираться. Так, заходим в тулы, находим цилиндр, все это дело вытягиваем, жмем Edit и жмем Make Polymesh. Alt, левая кнопка мыши чуть-чуть уменьшаем, заходим в Geometry, находим Size, немножко это дело все вытягиваем, вот так вот. Ну и в принципе все нас устраивает, допустим, вот эта форма. Заходим в Brush и находим Curve Line Tube, вот эту вот кисть. Теперь заходим в Текстуры, так, пардон, не в Текстуры, заходим в Transform, активация симметрии, радиалы, включаем вот здесь, ставим 4 и ставим по Y. Смотрим, все подходит и проводим, так, Ctrl-Z, включаем вот эту Curve Line Tube, 4 у нас радиала стоит и вот так все это дело проводим. Ровненько ставим, теперь прибавляем Drawf Size, делаем его побольше и нажимаем на Curve. Вот такой размер, ну я думаю пойдет, да? Давайте еще немножко прибавим побольше. Вот так вот. Вот у нас получилась вот такая заготовка. Теперь заходим в Subtools и надо это все дело разделить. Жмем Split, Growf, Split, ОК. Все, мы цилиндр отделили от наших вот этих вот деталей. Цилиндр теперь можно Delete, удалить. Оставляем вот такие вот 4 заготовки. Извините за мой голос, я немножко степлю. Работа, простыл, все бывает так. Теперь что нужно с этим делом сделать? Давайте зайдем теперь в Deformation, вот так вот, и найдем Twist. Включим по Y или по какой оси у вас будет стоять. И вот так все это дело немножко перегнем. Так, надо посмотреть сверху вид. Когда вы что-то делаете, смотрите с разных ракурсов, чтобы это все дело более-менее симпатично выглядело. Так, что-то пошло не так. Ctrl-N. Ctrl-N. Так, вот такая заготовка получилась. Поли-F. Сильно, так, много полигрупп не надо делать. Размер. Вот такая штукенция. Следом давайте в SubTool сделаем дубликат этой модели. И с помощью MOV, ну в принципе отключив радиосимметрию, давайте вот так все это дело вытянем. Подгоним кверху один SubTool. Вы видите, что чуть-чуть он не подходит. Мы его сейчас с помощью ротации немножко перекрутим и с помощью MOV подгоним именно вот сюда, чтобы вот это все стыковалось нормально. Вот где-то в таком духе. Так, можно еще немножко в Ctrl-Z. И можно еще немножко где-то вот так его повернуть. С помощью MOV надо его именно четко установить вот по этим вот лапам. Вот что-то в таком духе получается. Так, с помощью MOV немножко можно его подкорректировать. Жмем Ctrl-W, назначаем полигруппу. И жмем второй Ctrl-W, назначаем еще одну полигруппу. Теперь заходим в кисти и жмем Create Insert Mesh. Как по прошлом видео, и жмем новое. Все, мы сделали кисть. Теперь заходим в Tool-W и берем цилиндр 3D. Вот этот плоский. Вот так он выглядит. Теперь заходим опять же в строк. Жмем Curve. Так, жмем Lazy Mouse, Curve. Curve. Нажимаем. Так, пардоньте. Делаем Make Polymesh. Заходим в строк. Лazy Mouse включаем. Потом включаем Curve Mode. И включаем, как по прошлому видео, Frame Mesh. Вот вы видите, что у нас появился Mesh. Не Mesh, а Curve. Вот этот. И вот давайте теперь нажмем на это дело. Вот таким образом. Вот так что-то получается. Уменьшим теперь Draft Size. И нажмем еще. Можно еще немножко Draft Size уменьшить. Вот таким вот образом. Также теперь можно в строк сделать немножко шаг поменьше. Вот так вот. И сделать Draft Size еще поменьше. И немножко на Curve нажать. Вот такая штукенция получается. Опять же, можно использовать ее именно так. Именно можно ее использовать в шляпе китайца. Или сделать, допустим, вот такую штуку. Заходим в Geometry. Modify Polymer. Del Hidden. И берем теперь в строк Curve Function. И Delete. Удаляем курву. Поле F отключаем. Вот такая штукенция получилась. Неплохой переплет. Вот такая вещь. Так, и получается у нас вот такая вот штукенция. Вот такая кисть. Ничего так прикольно. Можно ее еще чуть-чуть доработать. Будет вообще еще прикольней. Допустим, сделать дубликат. Вот этого всего. И переключиться на дубликат. И зайти в деформацию. И нажать, допустим, Mirror. И получается вот такая вот плетенка. Вот в таком духе. Все. Всем пока. До свидания. Лайк, дизлайк. Как обычно. Продолжение следует.